Эмилия, ты не можешь говорить это серьёзно. Я говорю серьёзно, Александра. Мне больно, потому что я люблю тебя, ты же знаешь. Но лучше нам расстаться сейчас, пока ещё не поздно. Мария Эмилия... Я хочу оградить нас от той боли, которая придёт позднее, когда уже ничего нельзя будет исправить. И я буду страдать, зная, что испортили тебе жизнь, став твоей женой. Значит, то, что ты говоришь, правда? Это действительно так, Мария Эмилия? И ты утверждала, что любишь меня. Пожалуйста, постарайся понять правильно. Я пришла к выводу, что твой отец и все, кто издевался надо мной у Марсии, правы. Да, я полное ничтожество. Я буду тебе только обузой. Мне очень жаль, Алихандро. Но пойми... Так будет лучше для всех. Мы с тобой не так давно знакомы, и, наверное, оба... Сумеем забыть обо всём. И обрести новую любовь. Ты найдёшь девушку из своего круга, лучше меня. Она не будет, как я, служить предметом раздора в вашей семье. И тебе не придётся стыдиться её. Нет, нет, нет. Нет. Алихандро. Нет, глупости. Я тебя никогда не стыдился. Алихандро, вспомни. Был момент, когда ты обошёлся со мной довольно жестоко. Ты с явным раздражением спросил, почему я нервничаю? Почему испуганно смотрю на твоих друзей, вместо того, чтобы мило общаться с ними и веселиться? Хочешь знать ответ? Я не понимаю их шуток, сарказма, и не участвую в их разговорах. Я не такая, как они, и никогда не буду такой. Так зачем же продлевать агонию? Зачем? Но... Алихандро, пожалуйста, уходи и больше не возвращайся. Господи, как же я страдаю. А причина этих мучений – увлечение Моникой. Из-за безумной страсти я поссорился с сыном, причиняю страдания жене. Но разве у меня есть другой выход? Я не могу допустить, чтобы Алихандро женился на её сестре. Тогда мне придётся постоянно видеть Монику у себя дома, рискуя вновь поддаться искушению. И в конце концов, Юланда узнает о моей измене. Это невозможно. Нет, я не могу рисковать. К тому же я не хочу связывать с ней свою жизнь. Это было бы глупо. Мария Эмилия, ты действительно сильно нервничала. Я проявил резкость лишь потому, что не хотел, чтобы остальные увидели тебя в слезах. Алихандро, ты и раньше был недоволен мной по тому же поводу. Ты даже не осознавал, что делаешь. Ты поступал так, не задумываясь о моих чувствах, а я молча страдала. Когда, скажи. Неважно. По твоему мнению, это был такой пустяк, что я и пожаловаться не могла. Но твой раздражённый тон больно задевал меня, Алихандро. И я не хочу, чтобы завтра наши отношения ухудшились. Нет, нет, Мария Эмилия, поверь. Я не хотел тебя обидеть. Знаю. Знаю, любимый. Но ты не смог этого избежать. И причина такого поведения только одна. Мы с тобой, Алихандро, принадлежим разным мирам. Между нами слишком большая разница. У нас нет будущего. Я это поняла. Пойми и ты, Алихандро, нам лучше расстаться. Нет, я тебя не брошу. Я люблю тебя. Ты для меня самое дорогое существо на свете. Ты должна быть моей. Мне нет дела до остальных. Я люблю тебя. Люблю. Прекрати. Не сходи с ума. Подумай о своей семье, друзьях. Они все против нас. Подумай об этом. Они все против. Меня это не волнует. Мы будем бороться. И защищать нашу любовь. Несмотря ни на что, мы ее спасем. Да? Да? Алихандро, я боюсь. Не бойся, любимая. Ничто не разлучит меня с тобой. Если моя семья и друзья отвернутся от тебя, я расстанусь с ними. Мы с тобой единое целое. Твоя боль, моя боль. И я разделю ее с тобой. Сейчас я еще сильнее чувствую свою привязанность к тебе. Доверись мне, Мария Эмиля. Хорошо? И никогда не говори, что мы должны расстаться. Я ни за что на свете не брошу тебя. Мы обязательно будем вместе. Алихандро, Алихандро, я не нравлюсь твоему папе. Он все равно будет настроен против меня. Пусть весь мир будет против. Ты станешь моей женой. Даже если нам придется одним предстать перед алтарем и перед Господом. Ты станешь моей женой. Всегда помню, что я люблю тебя. А я тебя. А я тебя. Ах, доченька, не нравится мне, что ты так поздно сидишь за книжками. Мама, когда же мне заниматься? Сначала работаю в магазине, потом учеба. Жаль, у меня нет компьютера. Он бы здорово помог. Но ведь Эми разрешает тебе пользоваться своим. Постой-ка. Алихандро уезжает. Да, это его машина. Зайду-ка я к Марии Эмилии. Мама, уже поздно. Не надоедай ей. Я только задам ей пару вопросов, а то умру от любопытства. Россио, клянусь тебе, я на минутку. Лала прав. Ради Эми. Ради того, чтобы она вышла замуж за этого щеголя, который вытащит ее отсюда. Я должен распрощаться с хищником и его грязными делишками. Прости, дорогая, мне было не утерпеть до завтра. Хотелось прямо сегодня узнать, как все прошло, как тебя приняли. Ну, расскажи, прошу тебя, расскажи. Хорошо. Все было очень хорошо, весело, было много народу. А что еще? Рассказывай. Еще? Ну, еще. Мы и танцевали. Я видел, как отъехала машина твоего жениха. Я ждал, когда он уедет, чтобы лечь спать. Как я устал. Уже поздно. Ну что ж, Эми, тогда расскажешься завтра. Пока. Пока, Гучо. Ловко я ее спровадил. Финероса неплохой человек, но обожает во все совать нос. Ну-ка, повернись. Прямо конфетка. Не будь я твоим братом... Гучо, что за шутки? Это правда. Ты выглядишь как модель или артистка. Что с тобой сделали, сестренка? Какая фея потрудилась? Гучо, я устала. Пойду спать. Только постелю тебе постель. Ладно, я пошел мыться. Знаешь, сестричка, я рад, что ты удачно выходишь замуж. Ты у меня классная. Аминь. Аминь.